Приветствую любителей качественного звука. Задумывались ли вы, почему при воспроизведении аудио с разных источников звука качество меняется? Я сейчас говорю про цифровой сигнал, USB либо оптику. При построении аудиосистемы каждый компонент важен. Сегодня я хочу вам рассказать, почему звук ствердотельного плеера будет лучше, нежели с компьютера. Кроме того, плееры дают дополнительные возможности и удобства, и управление ими не такое сложное, как может показаться с первого взгляда. Твердотельные плееры для аудио выпускают уже не первый год, и связано это с тем, что компьютеры изначально не разрабатывались для высококачественного аудио. Вот например, когда речь заходит о графическом дизайне, используют графический планшет. Если же нужна вычислительная мощность, тогда мощные процессоры, профессиональные видеокарты. Точно так же и при воспроизведении аудио. Для качественного аудио берем плееры. Музыкальные плееры и стримеры предназначены для того, чтобы полностью заменить место компьютера в стойке рядом с вашими ЦАПами или усилителями. Вам не нужно покупать 5-метровый кабель, подключать его к компьютеру и думать, как же это все медиатеку управлять. Твердотельный плеер – это гораздо удобнее, чем обычный компьютер, плюс у вас намного чище сигнал в плане качества звука. И сегодня мы поговорим о возможностях одного из плееров начального уровня – SMSL DP3. Самая основная задача плеера – это воспроизведение аудио. Будь это внутренний накопитель, либо внешний. Точно так же можно еще и стримить по Bluetooth, либо по Wi-Fi. Преимуществом DP3 для меня, как для потребителя является богатый функционал за небольшие деньги. В такую небольшую коробочку смогли уместить цифровые выходы, беспроводные сети, усилитель для наушников, 6,3 разъем и даже с балансным, что нетипично для такой ценовой категории. Даже смогли поместить полноценный ЦАП на Сабре 9018. Если говорить коротко, то при прослушивании музыки с этого плеера, вы получаете более объемную 3D звуковую картину. Звук становится более чистый и расстояние между инструментами заметно больше. И достигается это за счет того, что меньше компьютерного цифрового шума у вас в сигнале, который как дымка заполнял пространство между инструментами. Безусловно, стоит отдавать себе отчет, что DP3 – это проигрыватель и для достижения более качественного звука можно уже на ваше усмотрение докупать отдельно усилители, либо же ЦАП и использовать его как источник цифры. Какой бы вы не выбрали сценарий использования данного плеера, в плане качества звука он вас не разочарует, но не стоит ожидать от него чего-то фантастического. Справа налево на задней панели видим линейный выход, к которому можем подключить активную акустику, отдельный усилитель для наушников или усилитель для колонок. Выход регулируемый, поэтому можно легко управлять громкостью системы с пульта дистанционного управления или сидя за столом. Левее видим три цифровых выхода. Да, именно выходы – это все же плеер и они нам нужны для подключения внешних ЦАПов, а именно балансный цифровой, коаксиальный и оптический. Как раз расположили их по убыванию качества звука. Еще левее видим микро-USB. С помощью него можно подключить плеер к компьютеру или смартфону через OTG кабель для подачи цифры на плеер. Но лучшее качество я получал, когда плеер проигрывал музыку с флешки. Еще левее есть два полноразмерных USB разъема. Они нужны нам для того, чтобы не только флешки и винчестеры подключать, но и на секундочку подключать внешние ЦАПы по USB. Данный плеер, как обычный компьютер, без всяких драйверов распознает любой ЦАП с USB входом и может подавать полноценный цифровый сигнал на ЦАП, даже с поддержкой DSD256. И последний разъем на задней панели это Ethernet для подключения плеера к роуту, для более стабильного сигнала. Но не переживайте, кабель тянуть не обязательно, в отличие от более аудиофильских плееров типу Aurender. Тут нам облегчили жизнь и прикрутили такую вот антенну для беспроводной передачи сигнала. На передней панели расположили microSD разъем для карт памяти. Также через него можно обновлять прошивку плеера. А правее есть два разъема для наушников 6.3 и балансный, что очень приятно видеть в устройстве такой ценовой категории, так как до 400 долларов мало где можно встретить полноразмерный наушниковый XLR разъем. И еще спереди наблюдаем цветной дисплей. Рассмотреть надписи с расстояния в полтора метра уже нереально, но если вы сидите за столом и слушаете наушники, то даже через встроенный файловый менеджер можно без труда перемещаться по флешкам и выбирать музыку. Поскольку плееры такого плана не часто используют собственный софт, то для управления с телефона используем сторонние программы и приложения. Также можно использовать комплектный пульт дистанционного управления. И по возможным входам это еще не все. Как я и говорил ранее о беспроводных сетях, тут есть Bluetooth и даже с поддержкой aptX и HibiLink. Последний нам пригодится как раз таки для навигации по флешкам через плеер HibiMusic со смартфона. Неважно, это микро флешка или два винчестера подключены по USB на задней панели. То есть вы просто вставили жесткий диск в стример и управляете медиатекой с телефона. Но что еще немаловажно, это возможность плеера по aptX подключиться к Bluetooth наушникам либо же колонкам. Это очень удобно, когда у вас несколько терабайт музыки подключены к плееру. Подключаете плеер к колонкам и располагаетесь удобно в кресле или на диване, получая удовольствие от прослушивания, управляя всем этим лишь со смартфона. При этом телефон не садится так быстро, как являлся бы источником звука. Помимо Bluetooth, плеер подключен же и к Wi-Fi, поэтому можно подключить и ваши айфоны и любое Apple устройство по AirPlay и также по воздуху стримить звук. А еще есть так называемый протокол DLNA, с помощью которого можно без потерь передавать цифровой сигнал по Wi-Fi с телефона или между плеером и домашним сервером, либо же компьютером с музыкой. Для этого я использовал приложение W Plug and Play и через него слушал музыку Style в максимальном качестве. Это мега удобно, установил приложение на телефон, купил аккаунт и вся музыка планеты в твоем доступе. Вроде бы ничего не упустил. Более подробно о том, какие приложения я рекомендую использовать при каком сценарии, я распишу в инструкции, которую найдете в коробке к данному устройству. Либо же можете написать на почту и я отправлю вам файл. В завершении могу сказать, что плеер по функционалу мне очень понравился. Да, не без нюансов, но даже аппараты за пару тысяч долларов имеют свои особенности. Так что при такой цене его возможности и звук перекрывают все недостатки. Зато услышав данный плеер и прожив с ним несколько дней, мне уже не захотелось вернуться к компьютеру как к источнику звука, чего я вам советую. SMSL DP3 на данный момент устройство не имеющее аналогов в такой ценовой категории в совокупности по функционалу и возможностям. Это уникальная возможность вывести вашу систему на новый уровень в плане качества звука, не сильно ударив по карману. Послушать данные плееры и даже подключить к ним усилители и ЦАПы для наушников вы можете в наших магазинах в Киеве, в Одессе и в Днепре. Если же вам интересна тематика цифровых транспортов, пишите в комментариях какие вам интересны, постараюсь сделать обзор и рассказать вам про них. Ставьте палец вверх, если видео понравилось, вниз если не понравилось и пишите почему. А я пойду слушать дальше железяки и делать обзор, чтобы рассказать вам о чем-то новом.